Симфонический оркестр Симфоническим оркестром из Луганска Все заработанные средства передадут музыкантам Подробнее знаменитый дирижер расскажет сам Многих музыкантов я увижу спустя 23 года Мы не виделись с ними С той поры, когда я там работал Я заканчивал музыкальное училище в Луганске Я работал в симфоническом оркестре Вот перед нами лежит афиша их Перед тем, как прийти в студию Я внимательно рассмотрел фотографии Из всех музыкантов, которые здесь запечатлены Я знаю только 14 человек Остались, которые, скажем так, с того состава Безусловно, оркестр стал меньше Почему безусловно? Потому что те события, которые происходят В этом городе, в том регионе Так или иначе, они, конечно, накладывают отпечаток И люди... Вы ведь сами родились в Донецке, по-моему, да? Если я не ошибаюсь Да, я родился в городе Макеевка, Донецкой области Где тоже, к сожалению, их затронула Эти беды И поэтому для меня очень волнительно увидеть, например, моего друга Вот он стоит здесь Мой однокурсник, Артем Его зовут Вилан Чилист Он стоит вот третий Справа Это мой Очень такой закадычный приятель В те времена, когда учились Вот мы не виделись Мы с ним не виделись с 92-го года Я не музыкант, но могу предположить Что если я, например, умею играть на фортепиано То мне подойдет любой фортепиано Вот когда вы выходите в зал, к коллективу Там струны те же остаются, я имею в виду, людей, да? Или там все иначе? Нет, нет Ну, струны человеческих душ, конечно, они разные Разные и в разных коллективах Бывает даже, что в своем родном коллективе Эти струны звучат по-разному От настроения, от состояния души От настроения, от дня, изо дня в день Они могут меняться Взаимчивости от той или иной ситуации Вот, поэтому, конечно, эти струны Вообще они самые главные, конечно Вот их настроить самое важное Для дирижера и всем настроиться У вас есть время сыграться, вспомнить друг друга еще раз? Порепетировать хорошо? Вспомнить друг друга, ну, у нас будет полтора часа здесь Репетиция, потом непосредственно концерт Конечно, я думаю, что мы найдем время с моими знакомыми, которые меня помнят по этому оркестру Наверное, уделить друг другу внимания больше, чем просто репетиция После репетиции, может быть, после концерта Они, правда, после концерта уезжают в Москву сразу Я бы сказала, что вы обладаете удивительным талантом Элегантно и патировать тех, кто приходит Вы выходили уже в футбольной форме В чем еще? Давайте напомним Напомню, в тулупе С ружьем охотничьим Я выходил и в спортивной одежде Вы знаете, я не считаю, что это Вот в контексте тех концертов На которых мне приходилось так или иначе переоблачаться Я не думаю, что это надо отнести вот так стопроцентно к разряду эпатажа Это, ну, скажем так, некая шутка Это режиссерский ход, он для кого? Он создает какую-то атмосферу в зале? Или это ближе делает вас к оркестру? К залу, конечно Какие-то сюрпризы особые будут на концерт 13 октября? На этом концерте нет, сюрпризов не будет Потому что здесь академическая программа Составленная из музыки Люды Гоан Бетховена Джузеппе Верди И концерта для скрипки с оркестром Петра Ильича Чайковского Поэтому здесь нет никаких предпосылок для того Чтобы шутить или уж тем более эпатировать Приходят разные слушатели, это понятно Но вот здесь, я думаю, какая-то другая атмосфера должна все-таки присутствовать, на мой взгляд Какая будет атмосфера, мне сейчас трудно предположить У нас несколько дней назад состоялось открытие нашего концертного сезона Перед концертом произнесла вступительное слово наша директор Галина Николаевна Соколова Она проанонсировала в том числе и этот концерт И я добавил от себя, что приезд этого коллектива для меня является очень серьезным событием Даже не приезд, а сотрудничество с этим коллективом Является очень серьезным событием И я пригласил нашу публику поддержать этот коллектив, прийти на концерт Что еще в ближайшем сезоне будет интересного? Давайте сразу расскажем телезрителям Все концерты интересны В той или иной мере, кто что хочет услышать или увидеть Конечно, это концерт наш совместный с виолончелистом Борисом Андриановым В котором прозвучит музыка XX века и XXI Симфония Сергея Прокофьева номер 5 Которая написана в 1945 году Она ровесница Победы И будет рязанская премьера, так назовем это исполнение Виолончельного концерта Альфреда Шнитке Я считаю, что исполнение такой музыки Это событие для любого города, для любой культурной среды А музыка XXI века будет представлена пьесой московского композитора Павла Карманова Который написал пьесу специально для Бориса Андрианова Посвятил ему И она называется Музика Кончелло То есть в переводе музыка для виолончели Как вы думаете, какое количество молодых людей, скажем так, лет 25 Сейчас поняли, о чем вы рассказали? Слушающий да услышит Поэтому я не думаю, что 10 тысяч человек сразу поняли, о чем идет речь Но достаточно, если 10 поняли, этого вполне достаточно А что ближе вам самому? Если идет речь о музыке или о любом другом виде искусства Это должно быть сделано качественно, профессионально, добротно Потому что я приведу пример Оперный режиссер и просто режиссер Борис Александрович Покровский Это замечательный, знаменитый советский, российский режиссер Долгое время проработавший в Большом театре главным режиссером Потом у него был свой камерный театр Бориса Покровского музыкальный Скажем так, это гуру оперной режиссуры Его как-то спросили в одном из интервью А как вы относитесь к современным постановкам Когда, например, музыку Чайковского Ту или иную оперу переносит в 20 век, в 21 Татьяна Ларина не в старинном платье, кафтане в каком-то А в тужурке и так далее Он сказал, вы знаете, перенести оперу в сюжет можно в любое время Но самое главное, чтобы спектакль был поставлен правильно Правильно-то, значит, есть определенные законы Есть определенные каноны режиссуры Которые приступать нельзя А, к сожалению, очень часто все эти основные правила нарушаются И это выдается за некое новое какое-то слово Новое слово, думаю, нужно начинать немножко с другого Поэтому в этом плане я абсолютно всеяден Если я вижу, что товар сделан Скажем так, товар, да? Продукт и так далее Как сейчас модно говорить Если произведение сделано правильно Качественно, профессионально То я могу слушать и легкую музыку, и тяжелую, какую угодно Давайте еще раз пригласим всех на ближайший концерт 13 октября Я думаю, что достаточно большая аудитория слушает нашу сегодняшнюю передачу Или, может быть, увидит ее в повторе Я не знаю, как она будет транслироваться Я вам хочу сказать, что для меня приезд этого оркестра, встреча с ним, очень большое событие И я всех вас приглашаю вечером 13 октября в 19.00 В областной театр драмы, где состоится концерт Луганского академического симфонического оркестра В этот раз под моим управлением Спасибо Спасибо вам за эту встречу Не пропускайте главные события нашего города Это была программа подробностей До свидания Редактор субтитров А.Семкин